У нас в Турции происходит большое удивление, можно даже сказать некоторое изумление. Вообще ожидания турецких комментаторов и обозревателей по поводу шестого раунда переговоров между Россией и Украиной были достаточно скромными, в том смысле, что от них никто ничего не ждал. Здесь скорее эти переговоры рассматривались лишь как способ сторон показать, что и та, и другая находятся за столом переговоров. Ну и делают некоторый реверанс в адрес Турции, которая, по мнению турецкой стороны, является самым активным поборником мира, и в том, что вообще и между Россией и Украиной в частности. И, конечно же, никто не ожидал, что после этого мероприятия будет сделано заявление, тем более сделано заявление главой российской делегации, тем более сделано в том ключе, что Россия приостанавливает, резко в разы сокращает дословно свою военную активность в Киеве и в Чернигове, и рассчитывает на понимание с украинской стороны. Буквально за минуту назад до этого заявления выступали обозреватели, аналитики, которые говорили, что это больше военные переговоры, там будут обсуждаться чисто гуманитарные вопросы, вопросы гуманитарных коридоров, там не будет никаких политических составляющих, и ждать даже не надо. Рисовали карты, уже обсуждали, что Мариуполь Россия никогда не отдаст, Харьков никогда не отдаст. В общем, какие-то пытались строить новые прожеты на тему того, как будет выглядеть новое территориальное образование на базе Украины. А затем последовало вот это действительно достаточно удивительное заявление со стороны главы российской делегации. Ну, смотрите, не случайно глава российской делегации Мединский с его весьма специфической репутацией и более чем специфической биографией, не отмеченный в качестве великих дипломатов, и уж тем более не отмеченный в качестве фигуры, которая имела бы какое-нибудь отношение к войне и миру. С тем же успехом и с гораздо большей вероятностью я мог бы ожидать главой российской делегации на каких угодно переговорах, посвященных результатам текущего этапа военных действий Кадырова, при том, что позиция Рамзана Ахмадовича более чем ясная и сильно совпадает с моей. Ну, так уж получается, что, не будучи этническим войнахом, я его понимаю гораздо лучше, чем Мединского, Абрамовича и вообще всех тех, кто имеет отношение к нашему переговорному процессу с киевским режимом. Но, может быть, здесь есть что-то эдакое, чего я лично не знаю, никто не знает и не понимает, а вот это будет как там Брестский мир в свое время у Ленина, когда Владимира Ильича даже ближайшие соратники сильно не поддержали, а потом развалилась к дьяволу германская империя и вышло так, что он самый умный и во всем был прав. А может и так? Ну, на самом деле сейчас новости еще только продолжают поступать. Мы то, что имеем на руках, это лишь заявления российской стороны и украинской стороны, я имею в виду под сторонами глав делегаций. А кто с Украины-то возглавлял эту всю шарагу? Арахамия, что ли? Арахамия, да. Ну, вот это существо из Грузии родом, понятно. И, ну, давайте оставим в стороне пока содержательную часть того, что было сказано, и обратимся, собственно, к общей эмоциональной составляющей от того, как это было сказано. Вот мы по истечению одного месяца специальной военной операции на Украине, можно сказать, что мы сегодня наблюдали, ну, не то, что дипломатическое фиаско со стороны России. Выглядело то, что было, вы давайте говорить откровенно, вся вот эта картинка Истамбула выглядела и выглядит крайне плохо. Опять же, переговоры могут идти по самым разным траекториям. Стороны могут, так сказать, о чем-то под ковром договариваться. Но то, что глава российской делегации выходит и говорит о Киеве, о Чернигове, а потом выходит заместитель министра обороны Российской Федерации и вспоминает о Женевской конвенции, смотрелось довольно странно и довольно, я бы сказал, непритязательно. Отвратительно это смотрелось. Давайте я уже скажу совсем. Потому что, вообще-то говоря, Россия на протяжении целого месяца говорит всему миру, что нет никакой войны, а есть специальная военная операция. Поэтому апеллировать к Женевской конвенции смотрится довольно странно, во-первых. Во-вторых, говорить об этом – это удел стороны слабой. Войска, которые окружили столицу противоположного государства, они не могут просить другую сторону о соблюдении условий Женевской конвенции. Даже если по отношению к нашим военнослужащим делается вот все то, что эта конвенция запрещает. Это смотрится плохо. И заявление Мединского смотрится крайне плохо. Вываливать сейчас на публику идеи о том, чтобы через три недели встретить Путина и Зеленского и там одновременно и обсудить последние детали соглашения, еще его подписать. Опять же, смотрится довольно плохо, с учетом того, что на протяжении целого месяца мы говорим об одной простой вещи, что речь идет не о конфликте между Россией и Украиной, а между Россией и Западом. Поэтому, вообще-то говоря, рассматривать то, что сейчас между Россией и Украиной происходит, в отрыве от неких соглашений между Россией и Западом по поводу архитектуры, европейской безопасности, политики НАТО и прочего, совершенно немыслимо. И ставить подпись, конечно, уже по документам с Украиной, ставить, как бы, мягко говоря, преждевременно. А в данном случае это уже не важно. Скажу я сейчас крамольную мысль. Знаете, почему? А совершенно не важно, какую подпись под чем ставил Керенский, когда к власти пришел Ленин. А совершенно не важно, что там подписывал Ленин по брызгскому миру, когда к власти пришел Сталин. А совершенно не важно. И я могу так бесконечно продолжать. Потому что, если в данном случае ситуация будет политиками и дипломатами слита, в очередной Хасавьюрт, в очередной Минск, третий Минск, где-то всего лишь будет означать приближение новой войны. Войны при этом почти на 100% ядерной. Можно спорить, сколько лет пройдет до ее начала, чем она закончится, выживет ли кто-нибудь или нет. Но это практически неизбежно. Это можно не понимать или не хотеть понимать. Но это так. Ну, хорошо, ну, подпишут чего угодно. Могут подписать даже назначение Зеленского на выборах 24-го года кандидатом в президента Российской Федерации. Я что должен по этому поводу теперь делать? Ну, значит, будет как будет. Как говорил в таких случаях добрый старый генералитет Испанской империи, делай что должен и будь как что будет. Помните, была такая испанская пехота, которая во времена, ну, как минимум нескольких столетий, так лет 300, в Европе была абсолютно непобедимой. Она могла быть уничтожена, а вот победить ее никому не удавалось. Ну, тот самый случай. Ну, картинку, конечно, в Стамбуле мы сделали плохую. И сейчас мы дали такой серьезный козырь противникам России. Говорит, ну, смотрите, вот на протяжении целого месяца мы вам говорим, что Россия выдохлась на Украине, что ее воронеженные силы деморализованы, что им наносится колоссальный ущерб, несовместимый с продолжением, дальнейшим продолжением операции. Так смотрите, мы в итоге оказались правы. Вот, и на самом деле это порождает довольно опасную уверенность у наших соседей по всему периметру нашей границы, что Россия терпит поражение. Опять же, мы не знаем сейчас, давайте сразу оговоримся, что на руках сейчас нет никакого соглашения между Россией и Украиной. Еще никто ни о чем не договорился. Еще спецоперация не завершена. Мы всего лишь имеем одно заявление Мединского, которое, ну, по своей значимости, ну, вообще-то говоря, это можно называть каким-то даже демаршем. Вот мы видим, видим вот это заявление. Ну, скажем, большой разрушительной силой заявления. Ну, можно сказать, что это первая серьезная фиаско за весь месяц российской спецоперации. Причем, что характерно, это фиаско мы потерпели не на полях сражений, а потерпели за столом переговоров. Это, вообще-то говоря, наводит на достаточно грустные мысли, что наши военные-то свое дело умеют делать. Что же касается тех, кто там переговорщиками значится, включая, вот фотографию вы мне хорошую по WhatsApp прислали, вот эти вот люди, они, получается, что очень небрежно распоряжаются теми, так сказать, потерями, той кровью и потом, которую проливает российская армия на фронтах Украины. Уж очень небрежно было это все сделано. И очень, повторюсь, очень плохо смотрелось воззвание исполнять условия Женевской конвенции. Ну, в данном случае разводим руками, потому что какие кадры есть, такие кадры есть, их, в конце концов, назначают, исходя не из профпригодности, а из совершенно других качеств, это происходит почти три десятилетия подряд, если не больше, какие могли быть результаты. Мединский человек решительный, поэтому как он культуру рубил, не зря про него говорили, что он министр культуры, в культуре замечен не был, так он, собственно говоря, и во всех остальных сферах будет действовать. Тут особо ничему не удивляешься. Другое дело, что рядом с ним куда более профессиональные люди, но раз глава делегации он, значит, у него соответствующие полномочия были. Это наводит на очень разные размышления. В основном тут, что называется, нет слов одни выражения, а выражения, которые я в таких случаях использую, в эфире все-таки употреблять нехорошо, потому что могут слушать женщины и дети, и как-то это неэтично. Ну, поэтому от выражения особо воздержимся. При этом, ну, мы посмотрим, может, мы увидим, например, что войска с Черниговского и Киевского направления сняты и просто переброшены на Донбасс, и там будет уничтожена атакующая Донецк группировка. Я сейчас говорю именно уничтожена, не нейтрализована, не блокирована, а уничтожена, как в свое время в котлах уничтожались целый ряд армий в Великой Отечественной войне. И я тогда что-то смогу понять. Ну, может, это такая формула, за которой скрывается совсем другое содержание. Но содержание, я с вами абсолютно соглашусь, пока что, ну, что называется, не в коня корм, сильно не в коня. А если в коня, то не в того. И тут вопрос, а может, это просто предательство? Ну, кто же его знает? Ну, я думаю, что имеет смысл как бы переждать, вот как громыкнул в комнате взрыв, а действительно сейчас прогремел буквальный информационный взрыв. Повторюсь, ведь на самом деле президент Реджеп Таип Эрдоган, он, благословя данное мероприятие в Стамбуле, взял и улетел в Узбекистан, имея там, на его взгляд, более важные дела. И я сильно сомневаюсь, что, ожидая подобного эффекта от переговоров, бы он туда улетел. Потому что это был сделан совершенно невероятный подарок еще и Турции. Поднимая ее статус, рейтинг в глазах всех, начиная с самой себя, окончая дом мирового сообщества, что Турция это площадка. Не Белоруссия это площадка. Опять же, заметьте, мы говорим о том, как все это выглядело, заявление главы российской делегации, женевской комиссии, все остальное. Но заметьте, насколько бы уместны какие-то слова, я не говорю именно эти, а какие-то слова, о каких-то продвижениях, диалогах между Россией и Украиной смотрелись бы, допустим, где-нибудь, допустим, из Белоруссии. Это было бы хоть как-то логично. То есть, Белоруссия примеряет Россию и Украину, картинка хорошая получается. А вот Турция примеряет Россию и Украину, это довольно тоже такая вот, опять же, выражусь, мягко непродуманная вещь. Ну, может быть, так думают, думалка так работает у тех людей, которые принимают решения, и у них такое видение мира. Оно же может совпадать с реальностью, может не совпадать, может вообще от реальности отличаться самым коренным образом. Но что важно, это то, что Эрдоган не ожидал того, что произошло. Иначе бы не улетел. Конечно, этого не ожидал никто, ни один, я подчеркну. Сейчас, как вы знаете хорошо, для Института Ближнего Бостока пишутся мною ежедневные обзоры турецких медиа, СМИ, газет, прочие заявления, выступления на тему того, как видится конфликт со стороны Турции на Украине. Так вот, никаких, ни одного прогноза на тему вот этой ситуации в Стамбуле сделано не было. У всех было общее понимание, что это жест России в сторону Турции, что это будет один из раундов переговоров, которые пройдут очень и очень, будут идти трудно и будут длиться еще очень и очень долго. И вообще было общее понимание, когда-то практически дословно, из турецких СМИ, о том, что время для переговоров еще не настало. На самом деле сейчас основное, что делается, оно ведется на полях сражений, дни-дни за дипломатическим столом. Дипломатам еще не настало время включаться, поэтому вот эти сейчас встречи, они вносят некоторый ритуальный характер. Ну да, поэтому культорга послали.